Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Предвыборная кампания кандидатов депутатов Национального собрания Республики Западной Армении. Армянская идентичность, армянские исламизированные женщины. Уроженцы Западной Армении Аршил Горгий. Арцах как дитя нуждается в заботе и тепле своей матери армянского народа. Министерство обороны Армении приняли бригадного генерала США. Сегодня 8 апреля день Анаид месяца. Олег по армянскому священному кадриндарю день материнства праздник матери Анаид. 24-летний армянский баритон Гриша Мартирусям покоряет мировые оперные сцены. 6 апреля 2023 года состоялась конференция предвыборной кампании Национального собрания Республики Западной Армении на платформе Zoom. В конференции приняли участие кандидаты в депутаты из разных стран мира. Тема конференции Zoom – геноцид, осуществленный против армян с 1894 года по сей день. Основным докладчиком конференции был председатель Республики Западной Армении Арменак Абрамян. В своей речи президент отметил, что систематические погромы армян происходили с 1894 года, которые продолжаются и по сей день. Осуществленный против армян геноцид – первое преступление XX века, безнаказанность и отрицание которого привели к новым преступлениям против человечества. В ходе конференции также выступили кандидаты в депутаты, представив предвыборные программы, подчеркнув важность государственных интересов Республики Западной Армении. Господин Абрамян пообещал отправить кандидатам депутаты подготовленный им пакет о геноциде из 60 страниц для ознакомления и использования его в дальнейшей деятельности. С начала 2000-х годов в турецкой литературе был издан ряд книг, главной героиней из которых являлась армянка, насильственно сменившая религию в годы геноцида армян. Еще в 2001 году, изданном в Германии документальном романе турецкого писателя Кемала Ялчина «Тобой радуется мое сердце» встречаются истории, связанные с насильственно исламизированными армянками. Криптоармянка Султан Бакар Чигиль рассказывает историю своей тете. Во время геноцида Курт убивает на глазах у тети мужа, похищает ее и женится на ней. От Курта, убившего мужа, родила двоих сыновей, но пережитые ужасы сопровождали ее всю жизнь. «Я никогда не забуду это событие. Я знаю, что этот человек убил моего мужа. Я знала, что он убьет и меня. Я никогда не прощу этого человека, который был отцом двух моих сыновей. Бог его накажет». Этот эпизод лучше всего представляет кошмарные будни душевной муки насильственной исламизированной армянки, которым она подверглась, живя под одной крышей, с убийцей ее семьи. Полная статья доступна на нашем сайте. Аршилл Горки был одним из основателей абстрактного имперсионизма XX века и великим представителем сюрреализма. Он считается одним из величайших американских художников XX века. Востаник Манук Адуян родился в 1904 году в селе Хоргом в Анской области. В детстве он стал свидетелем всех ужасов геноцида, осуществленного против армян, в том числе и смерти матери, умершей от голода. А сиротев эмигрировал в США в ожидании новой жизни, сменил имя. Ужасы детства никогда не покидали его и сильно повлияли на творчество художника. После поступления в школу изобразительных искусств Горки начал представлять свой талант на различных выставках. Вначале на него сильно повлияли Пабло Пикассо и Поль Сейзан в плане стиля. Со временем он постепенно выработал свой собственный стиль, который обеспечил ему стабильное место среди величайших художников своего времени. Горки жил в Нью-Йорке. Там собрался коллектив американских и международных художников, благодаря чему он подружился с голландским художником Вильямом де Кунингом и время от времени вступал в ожесточенные споры и соперничеством с Джексоном Полоком. После ряда тяжелых личных трагедий, в том числе пожаров в мастерской и потерь многочисленных полотен, Горки покончил с собой. Его работы до сих пор выставляются в крупнейших музеях мира. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание послушающего Дня материнства и красоты. Дорогие армянские женщины, в этот сложный и ответственный для нас период армянские матери являются той осью, вокруг которой и благодаря которой соткан желанный образ Родины, о которой мы мечтаем. Сердце из раненого Арцаха продолжает биться во имя благородной цели иметь сильную и целостную Родину. И матери Арцаха в эти дни подтверждают это своим поведением. Арцах также, как дитя, нуждается в заботе и тепле своей матери, всего армянского народа. Я убежден, что именно матери своей безграничной преданностью сохранят нашу Родину, как своих детей, которые своими великими делами представляли миру и продолжают представлять нашу библейскую землю. Вечная слава подвижникам, во все времена боровшимся за свободу и независимость нашего народа. Преклоняюсь перед их силой духа и безмерной силой воли их героических матерей, жен, сестер, дочерей наших святых героев. С днем материнства и красоты! Правительство Западной Армении также поздравляет всех армянских женщин с днем материнства, желает им всего наилучшего. Еще раз напоминаю, да, Арцах полноправное дитя армянского народа, и этот факт зафиксирован в 1919 году государством Армении Погоса Нубара. И в 1920 году де юре и де факто признано государством Западной Армении, которое, кстати, является самым юридическим признанным государством в мире. Сегодня Арцах является неотъемлемой частью республики Западной Армении, и мы, как всегда, обеспокоены судьбой Арцаха. В качестве яркого примера этого хотим подчеркнуть тот факт, что до сих пор только правительство Западной Армении занимается вопросами вынужденно переселенных арцахцев, и на основании заявления депортированных из Шуши армян обратился в Европейский суд по правам человека. Судебный процесс уже начался. Бригадный генерал США Патрик Элис, находящийся с рабочим визитом в Армении 5-7 апреля, встретился с должностными лицами Министерства обороны Армении, чтобы обсудить вопросы, направленные на укрепление армяно-американского оборонного сотрудничества. Как передает Армемпресс, об этом говорится в сообщении посольства США в Армении. Посольство сообщает, что генерал Элис также посетил учебный центр ЗАР, 12-й миротворческой бригады и военную академию Республики Армении. Армянский священный календарь называется неподвижным календарем, в котором все праздники связаны с движением солнца. Именно поэтому мы отвергаем все те воображаемые праздники, которые связывают с подсчетом полнолуния. Сегодня некоторые празднуют их, пытаясь представить его армянским. Например, армянский затык – это весеннее равноденствие, день орега, месяц орег. Он не может быть переносным праздником. И так со всеми нашими праздниками. Если есть название месяца и дня, какой смысл в переносных праздниках? Почему, согласно армянскому календарю, день матери и богоматери Анаит отмечается в день Анаит, месяца орег, который соответствует 8 апреля? Согласно переданной нам традиции, когда солнце находится под созвездием Овна, достигнув 18-й степени своего круга и войдя в 19-ю степень, наши мудрые предки считали солнечный свет этого дня лучшим облучением года, которому приписывали благоденствие, процветание, обогащение, здоровье и прочее. Благодетелем и представителем всех этих качеств является также богиня Анаит, благодаря которой посвятили этот день матерям. Поздравляю всех армянских матерей с праздником материнства. Пусть у наших матерей всегда будут качества богоматери Анаит. 24-летний армянский баритон Гриша Мартирусян уже привлек внимание мировой оперной индустрии. Обучаясь второй год во Флоренции, в программе, разработанной специально для самых многообещающих молодых оперных 500 и репетиторов мира, Гриша удостоен приза зрительской симпатии и премии «Дам Джон Саттерлайн». Он также получил приз как певец с наибольшим потенциалом в возрасте 25 лет и младше на международном конкурсе вокалистов Вероники Дан 2022 года в Дублине, присужденный уважаемым жюри, в состав которого входит известный дирижер Ричард Боннич, а также второй приз и приз зрительской симпатии на конкурсу «Лирика» 2022 года в Милане. Эти и другие достижения уже принесли начинающему исполнителю контракт с международным агентством талантов «Такт Артист Менеджмент». В беседе с The Florentine Гриша отметил, что впервые открыл для себя свой голос только после окончания школы. «Меня приняли в Ереванскую государственную консерваторию в Армении, и я начал задумываться о карьере классического певца, когда учился в Королевской консерватории Шотландии в качестве студента по обмену «Еросмус плюс». Мое время в маскарад было самым счастливым временем в моей жизни, и оно оказалось основой моей карьеры. Этим летом я дебютирую на Зальпургском фестивале в опере «Верди» в Макбет. С сентября я буду жить в Лондоне и работать в Королевском оперном театре. Впереди захватывающие времена». И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Мани Грикулян. Зальпургском фестивале «Еросмус плюс» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok